Ангел-сурмач, ангел-трубач. Что за ангел такой? В Библии есть глава апокалипсиса. Протрубил третий ангел, упала с неба звезда, имя этой звезды Полынь. И стала третья часть вод горька, и люди умерли от вод, ну воды, да, вода. Потому что они были горькие. Апокалипсис, Библия, ангел, Чернобыль, что за связь можно подумать. Вот фигурирует название звезды Полынь, есть такая трава Полынь, да. И второе название этой травы Чернобыль. Ну и можно легенду такую сделали, да, что будто бы за 2000 лет до взрыва в Библии было предсказание об этой жуткой аварии. То есть вот такой вот третий ангел по калипсису. То, что я вам рассказывал утром, уже кажется, что это так давно было, да? То есть помните, форма зоны отчуждения, как я говорил, вначале военный циркулем отчерчивали, да, а потом уже на основании дозиметрических замеров она меняла свою форму. То есть вот это у нас 30-километровая зона, ступенечка границы 10-километровой зоны, западное направление, да, получается, рыжий лес, который мы сегодня с вами уже увидели, да, он вот просто в западном направлении дул ветер и происходило в том направлении загрязнения. Так, ну мы же не будем всех... Мы уходим отсюда. А вы что предпочитаете? Магазин? Да. Ну ладно, короче. А вот это что за чашечки? А чашечки, ну что, символизируют населенные пункты 26 апреля, когда поминальные дни проходят, да, тут лампадки зажигают, ставят. Вот, в север, там у нас Белоруссия. Вот интересный факт, да, то есть есть такое тоже понятие северный след, когда ветер поменял свое направление, начал дуть в северном направлении, через территорию Белоруссии и была угроза, что это радиоактивное облако дойдет до Москвы. Ну, представляете, это непозволительно. Поэтому приняли решение, над территорией Белоруссии подняли авиацию, которую распыляли какие-то химикаты специальные, чтобы вызвать осадки. Ну, то есть, ну, дождем это радиоактивное облако выпало на территории Белоруссии. Белоруссия тоже очень сильно пострадала. Ну, такая вот улица, да, эвакуированных, заброшенных населенных улицов. То есть, тут сама улица достаточно длинная, но если задуматься, да, что это все населенные пункты, это судьбы людей, семьи, то есть, такое печальное движение. Вот, касательно цветов, был вопрос Андрея, говорит, а есть какие-то поминальные дни? Да, вот, видите, цветы как-то тут приезжают. То есть, поминальные дни, гробки, привязаны к Пасхе. Ну, так как территория закрыта, а Пасхе, она же каждый год меняется, эта дата, путаница объединенная. Поэтому сделали с 1 по 9 мая, там, день открытых дверей. Там, 1 мая, такие-то населенные пункты, 2-й, такие-то, ну, выходит распоряжение. То есть, и люди, в принципе, на своем транспорте беспрепятственно могут заехать. Ну, должны быть элементарные доказательства какие-то, там, не знаю. Знаешь селода, говоришь, там, у меня вот Ашеве бабуся похоронена. Окей, проезжайте. Так, у меня время было, как-то ходил, считал, тут 162 таблички. Фигеть. Станция, я на СТЗД станция, я на СТЗД, я на СТЗД. Спасибо. Ну, еще одна такая инсталляция. Я знаю, на что она похожа. В Припяти есть в каком-то микрорайоне, вот такие вот... Дружбы народов, типа дерева. Да, такие трубы. Ну, что-то... Ну, немножко не то, нет. То есть, это... Да. Ну, что ж символизирует? Символизирует, как бы, работу почты тех времен. То есть, за сжатые сроки достаточно с этих территорий было. То есть, Крипять там моментально, да, эвакуировали. А села там постепенно, ну, все равно, в течение нескольких людей. Отсюда было примерно 150 тысяч людей эвакуировано. Мобильной связи, соцсети, да, особо не было. Вот такая история. Помните, я вам рассказывал, станцию хоть закрыли, но станционники, частично, еще первое время, да, они в квартирах жили, типа, как в общежитии. Ну, вот история женщины. Живут они в Крипете. Муж работает на станции, она двое детей. Объявляют эвакуацию, а муж по-прежнему должен ходить на работу, да, по сменам. Объявляют эвакуацию, они уезжают. Что же происходило? Колонна автобусов 1100 тут. Ехали в направлении Киева. Ну, уже когда отъехали достаточно далеко. В каждом селе от этой колонны, то есть, 1100 автобусов, то есть, понимаете, откалывалось по пару автобусов, выходили люди на центральную площадь, их просто забирали бабушки, дедушки к себе на первое время, вот так. Проходит несколько дней, вследствие радио... опять ветер подул куда-то. Это село попадает под радиоактивное загрязнение. Эвакуируют тоже. То есть, еще дальше. Представляете, как могли оборваться, да, какие-то связи. Поэтому, ну, символизм работы почты до времен, то есть, почтовые ящики, да, тоже, это вот такие вот населенные пункции. Ну, за идеями у нас пятерочка. То есть, вот такие вот, что-то своевременные войдемте, да? Ну, вот, плюс-то Плипьев, ну, кладу, да? Угу. Пилиумы, плюс-то Тарабль. Вот, кстати, ну, вот еще особенности этих территорий, все мы слышали, да, самоселы, самоселы, да, что же это за люди такие. Когда провели эвакуацию, ну, жители Припяти, понятно, молодые люди образованные, они понимали, угроза радиации, то есть, никто не споричався. Дали там квартиры, кому в Киеве, кому еще где, нормально все поселились. Касательно сельских жителей, абсолютно другая история. То есть, ну, вообще все сельские жители к своей земле, к своему дому, да, привязаны очень. На территории Полесья это вообще было очень, ну, знаете, гипертрофировано, что ли. То есть, до середины 20 века почти все села по левую сторону от реки Припять даже не электрофицированы были. То есть, люди жили, как в 17 веке, какие-то села там были, староверы. То есть, живут, как в 17 веке. Тут военные приходят, э, радиация, давай, коров стреляем, а вас вывозим. У нее кордется это, ну, ну, и абсолютно они не могли себя найти на новом месте жительства, в этих бетонных коробках, так сказать, да, в городах каких-то. Поэтому началось массовое возвращение этих жителей сельских. То есть, они, по сути, как первые сталкеры, нелегалы какие-то, обходя колючую проволоку, посты милиции, да, проникали на эти территории. И, по сути, что делали? Заселялись обратно в свои дома. Ничего плохого они не желали. Но государство с ними очень боролось возможными способами. Их отлавливали, опять вывозили. Тут пригодился, знаете, опыт Великой Отечественной войны. Данная территория, здесь очень сильно развиты были партизанские отряды. И поэтому опыт Великой Отечественной войны, потом, да, это партизанское, да, каким-то движением проходило после аварии, как эти сельские жители возвращались. То есть, это находил историю. То есть, дедушку пытались поймать, вывезти. Он от них убегал, землянку вырыл, где-то в лесу жил, да. То есть, вот такие вот самоселы. И если вначале их было несколько тысяч, сейчас они по естественным причинам, ну, понимаете, бабушки, дедушки старенькие, по естественным причинам уходят из жизни, становится их все меньше и меньше. Сейчас стол с небольшим пустиком осталось. Большинство из них живет в Чернобыле. Почему? Ну, тут жизнь какая-никакая есть. Магазинчики все-таки, да. А, еще забыл сказать, то есть, государство с ними боролось. Они все равно возвращались. Потом Ющенко подписал приказ, получили, ну, указ, приказ. Получили они официальный статус самоселов. От них нареште отстали. Живут они кто в Чернобыле, кто в селах, в своих домах. Кто-то там скучковался, село Куповатое, например. Там самоселов 10 где-то живет. То есть, немножко пытаются скучковаться. Ну, и вот такой памятник у нас. Перевезен из села Куповатое как раз. Памятник, ну, знаете, древнегреческий герой какой-то, да, монументализм такой. Памятник пастуху всего-навсего. Все так банально. И вот из села Куповатое сюда на эту аллею перейдем. То есть, ну, где-то 80 самоселов, да, они живут в Чернобыле. Ну, получается, получили они статус. Даже в заброшенные села, где они живут, проведена электроэнергия. Лесники им помогают. Дрова привозят, снег зимой чистят. Расчетки приходят за электроэнергию. Пенсию привозят. Раз в две недели автолавка какая-то продуктовая приезжает. Плюс среди иностранцев это развито очень. Которые на многодневные туры приезжают, у них вот в тур включено посещение этих самоселов. То есть, ну, так интересно им это все нравится. Ну, и есть вот, например, в администрации зоны. Старый человек, он ими занимается. У них есть мобильная связь. Если со здоровьем что-то не так, тоже звонят там, и скорая приедет. То есть, помогают им. А по правой стороне находится избул. Я помню, что в этот раз не придется туда идти. А хотелось? Хотелось. Правила есть правила, мы не можем это нарушать. Как красиво. Как Карпата. Как карпатский ракет. Гигантский. Идеально ровно. Фукусима. Включился. Вау. Это эти топливные, которые взорвались. Мы-то знаем, как они выглядят. Что-то нет. Ну, мы проходили, чтобы с другой группой не пересекаться, была девочка Паша Осидач, это уже не героиня какая-то, что я вам говорил. Партизанские отряды тут были сильно развиты. Вот такая девочка помогала партизанам обмен информацией. там, в волосах в косе своей переносила записки. Фашисты ее ну, как, раскусили, да, можно сказать. Была над объем похоронена. Вот такой факт. Ну, вот памятник, о котором могу вам немножко показать, там, рассказать. в 2012 году был сделан при участии японской стороны, да, отсыл у нас идет вот эти муравлики, оригами, да, там, Покусима, Тиросима. Ну, посвящен, как бы, ядерным катастрофам, которые произошли в мире. Ну, конечно, их намного больше произошло, но тут, что-то японцев коснулось. И на этом примере могу вам хорошо показать, помните, мы с вами, да, были на станции, хранилище, да, я вам говорил, 21,293 тепловыделяющие сборки. То есть, как же выглядит топливо, как выглядят эти сборки. Это, по сути, уран, ядерное топливо, да, это металл. Окись урана, это их и специалисты называют, таблетки. То есть, ну, по сути, бочоночек такой, где-то сантиметр в диаметре, полтора сантиметра высотой. Такой небольшой бочонок. Вес его 4,5 грамма. Они набиваются в эти трубочки, один на один прям. Одна трубочка называется ТВЭЛ, тепловыделяющий элемент. Они объединяются в пучок, всего их должны, ну, это касательно РБМК, Чернобыльская станция. ВВР они немножко по-другому топливо выглядят. Вот, всего 18 трубочек объединяются в пучок, да, это называется ТВС, тепловыделяющая сборка. Есть верхний пучок, потом тепловой зазор, потому что температура высокая, да, металл может играть и нижний пучок. Активная зона реактора, по сути, ну, 7 метров, вот набитых этих таблеточек урана, в окиси урана. Ну, и для понимания экологии, еще чего-то. Это я находил интересные цифры. Одна таблетка, 4,5 грамма, знаете, тепла сколько вырабатывает, сколько надо угля сжечь, по аналогии, да, чтобы получилось, 400 килограмм угля. у нас загрузка одного реактора была, 192 тонны урана. То есть, представьте, сколько надо, я не знаю, поджигать его угля, да, это вот в плане экологии. То есть, именно так выглядят тепловыделяющие сборки, которые в огромном количестве, сейчас, на хаяте номер один, в водичку погружены. Вот уже тонкости всякие, то есть, каят номер один, он локрового типа, они в воде, у нас же сухого типа. Эти бочки мы довариваем, прежде закачиваем делей, это делей, это инертный газ, они в земле, в земле, мы действуем, и на расчету, что 100 лет, типа, бочки, если вы уже в земле, в земле, например, ну, по точкам показывает раз, потом, сколько там микрорезген, и вот, помните, что я вам говорил, загрязнение неоднородное, да, как бы, где-то раз там 17 микрорезген, ну, и чего, вроде хорошо, ниже нормы, но опять-таки, про огород помните, да, совсем другое будет. Следующая точка, раз 900 микрорезген, да, то есть, вот так все разбросано, и, ну, официально признана, данная территория непригодна, ни для жизни, и ни для каких работ, кроме как обращения с радиоактивными отходами, с радиоактивным, отработавшим топливом, вы, возможно, знаете, здесь начали в зоне, да, строить еще одно хранилище, то есть, мое хранилище, мы принимаем только топливо Чернобыльской станции, начали строить еще центральное хранилище, со всех атомных станций Украины, отработавшее топливо, будут возить к нам, но опять-таки, вы уже поняли, данная территория больше никак не пригодна к использованию, на вашей станции, если не ошибаюсь, решили у себя делать, сухое отработанное, ну, эта площадка у вас идет, а остальные, получается, Ровенская, Меницкая, Южноукраинская, они будут к нам возить, ну, все слухи о том, что с Европы будут возить, да, но не подтверждаются, пока ничего такого нету, то есть, пока речь идет только об украинском топливе, опять-таки, вы же понимаете, по-другому ничего делать, ну, а тут какие-то живые деньги, может, из Европы пусть возят, не знаю, так а потом будут видеть, вдруг прогминит, да, не, ну, вы же понимаете, сейчас захоронение, там, это, 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 в курсе, в вертолетах, то уже, современные, так как у нас, иногда делается, в украине, через затроны, а потом... Левина еще не снесли, мы здесь не снесли, я понимаю, что можно... Левина не снесли, да, там уже заказали, о чем я вам говорил, да, один из двух памятников, Левина официальность, да, и никаких движений тут не было, на шею здесь, на шею и на бережке, не заказывали, то есть, не свергали, да, где? А, он закрашивает, все равно он летит, там же летит, вейп-экскурсии, скорее всего, или охрана, что-то одно из двух, еще одно здание, есть такое, Дон культуры Чернобыль, ох, ничего себе, это здание, проходит тут концертики какие-то сейчас, утренники там, да, вот, но это здание с историей, то есть, в сериале отображено это дело, вы знаете, показательный суток на сотруднике Минстанции, да, был, он проходил именно здесь, да, как-то так, как-то так,